Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая здоровенная коробочка от компании SOC. Внутри у нас лежит нож KIKU LARGE FIXED SATIN. Производится все это дело в Тайване. Собственно, что мы имеем? Мы имеем очень узнаваемые формы очень известного мастера KIKU MADSUDA, который делает свои ножи в Японии, преимущественно из стали О1, что он себя уже зарекомендовал. Он и для полиции, и для спецназа японского делал ножи. Ну и вот, в общем, один мой знакомый, Алексей, заказал себе вот такой вот нож. Нож не легкий, не маленький, но при этом это фуллтанг с 5 мм в обухе из стали АУС-8, которая закалена на 58-59 единиц. Сведение вполне вменяемое, до миллиметра к кончику. На основной режущей части 0,7, вот здесь вот 0,8, ну и до миллиметра на кончике. Это фуллтанг накладки вот из такой вот очень красивой МИ-карты. Обработано тоже ровненько так, как и делает на своих ножах мастер KIKU. В комплекте у нас помимо ножа идут вот такие кайдексовые ножны с подвесом на ремень. Здесь у нас есть вот такой хлястик, да, что можно продеть, потом укоротить под ту длину, которая вам нужна. Плюс фиксируется нож не только в ножнах, именно за счет трения, но и плюс вот здесь вот у нас есть липучка, она же кнопка, два в одном. Вот, плюс можно все вот это дело снять, носить его через, ну, на тактическом положении, да, допустим, на каком-то разгрузочном жилете, еще что-то. Ну и плюс есть вот такой импровизированный, скажем, подвес на клипсу, что вы откручиваете вот эти болты, ставите сюда вот эту приблуду, и, в принципе, такая клипса легкосъемная на карман. Что до меня, то мне этот клин очень нравится, тем более, что он имеет длину 14,2 см, да, 142 мм. И нож при всем своем весе очень харизматичный, очень хорошо выглядит, очень красивый. При этом темлячное отверстие расположено в таком месте, что не мешает, что если даже вы сюда повесите какую-то бусину или сделаете себе дополнительную страховочную петлю, она вам мешать не будет. Основа, все-таки, основное направление данного ножа, все-таки, наверное, больше развлекательное, потому что я с трудом могу представить, где в быту можно его использовать, да, потому что, ну, очень такая своеобразная геометрия. Но, тем не менее, нож сделан неплохо. Давайте посмотрим, давайте выпьем. Сделан очень неплохо с точки зрения всех подгонок. Все съемное, все достаточно аккуратно сделано. Сатин аккуратненький, красивенький. Очень симпатичный нож с таким необычным гриндом. Вот. Ну, наверное, больше мне про этот нож вам рассказать нечего, кроме как того, что он красив и чисто в стиле работ мастера Кикума отсюда. Поэтому, Алексею, спасибо. На этом, наверное, и все. Хотел бы знать, что вы думаете о таких ножах, у которых есть только харизма и практически никакой полезной нагрузки в быту. Спасибо. Спасибо.